Добрый день! Добрый день! Мы здесь временные жители, странники еще, святые люди написаны. И мы должны как? Познать волю Божию, узнать, кто такой дворец наш, Бог-Создатель. Потому что мы все увидим, что есть у этого творения Создателя. Все будут березы, солнце, луна, звезды. И на небе поют только Аллилуйя, Господи, за то, что все его чудо сотворено. Мы сами слышим чудо. Это написано в Денецке творение Божие. То есть все животные такие есть, растения, деревья, а мы в Денецке, почему? Мы имеем бессмертную душу. Наша плоть, тело, она умирает. Мы умрем все когда-то. Это вот никто не может сказать. Все умирает. Но мы все воскреснем на Суд Божий. Именно воскреснем, душой нашей, телом нашей, будет всеобщее воскресенье всех людей на земле. Вот как пшеничка, вот люди не верят в воскресенье, а пшеничка показывает, она умирает только когда она издает полосы, рост боли. Если она не умрет в земле, то есть не растутся, она не даст это. Она умирает. Даже воскресенье, чтобы мы все воскреснем. Ибо все нам должны явиться в пересудилище Христова, чтобы каждому получили соответственно тому, что он делал, жертвы, добрые или худые. А воскресенье, одни написаны для жизни вечные, а другие воскресенье суждение. Вечные мучения люди погибли. Они не погибли. Именно как просто в них, они что, не обратятся. Даже все воскреснем. Но одни пойдут в муку вечную, а другие в жизнь вечную. И здесь, на земле, мы имеем это право выбирать между обором и злом, жизнью и смертью. Это нам Господь дал такой право. Но за этот дар мы будем отвечать. Если мы Евангелие во святую Библию не пейли, вы увидели святую? Да. Видели, да? И там все это насти. Что если мы не принимаем Иисуса Христа, что он за наши грехи распялся на кресте, как на православной храме сидят в кресте. Это же говорит о великой жертве любви Божьей. И вот так вот этот мир, что он дал сына своими народами, право всякие верующие, но не погибли и имел жизнь вечную. Есть человеческий смысл именно для Бога жить. В Господе жить и у наследует жизнь вечную. Понимаете? Нету смерти. Нету смерти. Христос победил эту смерть. И дает нам эту, именно сил, победить эту смерть. Но только не своим силам. Именно Господа Бога. То есть покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие – это благая вещь. Хорошая, добрая вещь, что с неба сошел Сын Божий, и Он взял все грехи мира. И я могу сейчас, поверив в эту жертву, покаяться и будет иметь прощение грехов крещения. Хорошо. Все. Спасибо. Спасибо, Христос, вас. Так что вы изучаете божественное творение. Они ваши души будут отстрелять. А все, что земное, оно только ведет по греху. Мы это принесли. Слава Христу, Благодарь военный. Слава Христу, Благодарь военный. Почему я вот стою и расстаю? Мне очень хочется, чтобы люди узнали о Хресте и приняли Его, Его благую весть. Благая весть. О чем? О Царстве Небесном, о спасении. Что жизнь на земле – это временно. Это временно. Жизнь вечная. Слава Христу. Как как Хрискай? Хрискай, то есть я не была приобщена в церкви. А самое главное, я не знала Хреста. И Его цель, Его пришествие, Его пребывание здесь, на земле. Почему Бог воплотился? Через Иисуса Христа, через Деву Марии Бог воплотился. Потому что Его ждали уже. И настало такое время, когда уже в Ветхий Завет, когда вот этот закон, который был дан через Моисея, он уже был как бы прообразом. И где-то водителем вот к Новому Завету. И наступило такое время, когда уже нужно было новое духовное. Тот, который был закон только для плоти, для жизни на земле. Это не вежливая Моисея, как и вежливая. А вот пришел Христос и говорит, что все творят все новое. Он стал учить новую духовную и дал закон уже пренебесный. Он возвысил тот закон, который дал Моисей. Он его возвысил до неба. Интересно, а уже книжки тоже за деньги печатаем уже бесплатно. Вы знаете, нам они кому-то не бесплатны. И вот здесь вот написано. Вот здесь вот. Здесь есть короткая информация для проповедника. И есть такие люди, миссионеры, которые занимаются этим, которые вот заботятся о вас. А как вам о них позаботиться? Как о нас? А вот они вложили свои деньги. И уже вот тот миссионер, который вложил их, я, например, тоже вкладываю свои деньги. Вы как польза? Простите. А чтобы люди вот такие, которые не знают Бога еще, познали. И так, идите, Господь посылает, и так идите, научите все народы крестя и во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учай их соблюдать все, что я уделял вам. И все, я с вами во все дни, во все дни, до скочения века. А как вы попали? Вы в Молославную церковь ходили раньше? В Молославную церковь ходили раньше. А потом почему в протестанты попали? Там у них что-то? А я где-то здесь был. А, они с вами работали, да? В центре я, блядь, и с вами работал. А, и вы после этого у них оставили, да? Ну и понравилось вам, да? Сейчас как братство там, общение такое, да? А изучаете Слово Божие? Да, обязательно. Постоянно? Сколько раз у вас? Ну я как бы сейчас не в центре, но я периодически, как бы систематически, да, читаю утром, вечером. Заходите на наш сайт, у нас тоже занятие по Слову Божьему, это православная церковь. На видеоканал заходите, посмотрите, может быть какие-то вопросы появятся. Мы давно ищем общение с верующими людьми, ну, другой конфессии, не православной, чтобы это. Ну это очень сложно, потому что мы только начинаем говорить о церкви, ведь там, где вы, это не церковь, это называется сектой, ну, пересей, называется она. То есть она не ведет к церкви, это ложный путь. Знаешь, как у Сираха написано, что иногда человеку кажется, что путь его прямой, а он ведет в погибель. У нас же сам про православное говорит. Да, так говорят, да? Нет, не говорят, как бы мы братья, но хрестер. А теперь погляди, вначале ваша церковь возникла или православная? Что говорят ваши пастыры? Православные, как по сути, нет, и есть церковь Иисуса Христа, и распятывая успешные вот эти вещи. Ну, вот это, вот это, конфессия, это расстеление, это уже не от Бога, это расстеление. И какую-то историю читаете или нет вообще, ну, вот у себя? Вообще, история у вас какая-то есть в церкви? Вот откуда тогда церковь, ну, ваша церковь, вот откуда течение вашего образовалось? Ну, Марк, Лютер. Лютер, ну, это 16-й век. А до 16-го, 1600 лет, как в православии, ой, как вера-то сопровнялась? Я не знаю. Да хотя, чего не интересует это? Значит, здорово живешь раз, и вот вера Лютера. А до этого, чего никто не веровал, только Лютер веровал. Нет, почему? А апостолы кого-то оставят? А православным не даете шансов никаких? Почему? А когда? Все нормально просто. Ну, так и, гляди, православный. Пример, иконы видела. Подожди, стоп, стоп, это еще не до этого мы дойдем. Вот ты мне скажи, сначала была православная вера или католическая? Ну, у вас же занятия проходят. Вот у нас тоже занятия. Я не знаю, православная вера. Ну, вот Христос оставил православную веру, католическую или протестантскую? Вот так вот заделать? Да никакую, он просто веру оставил. А разделение тоже человеческое. Ты думаешь, а как она называлась, христианская церковь? Просто ученики Иисуса Христа последовали. То есть они были все-таки последовали? А когда они кончились-то? Что нужно было? Мне до сих пор, люди ищут расстеление чего-то своего, это уже человеческий факт. Не, ну, а история церкви до вас? Я вот это расстеление, мне не нравится. Так мне, подожди, ну, нравится, не нравится? Не вычислять себя православным, а протестантам. Мне не нравится, что в Донецке убивают людей. Ну, однако там убивают. Это понятно. Вот я-то тебе сочувствующий. Я тоже не хочу этого разделения. Но оно есть. И надо же последовательность установить. Вот, люди, вот у нас такая, знаешь, притча есть о мудреце, который пришел там к падишаху, ну, и падишах ему говорит, «Давай такую игру мне создай, чтобы, знаешь, мне никогда она не задоедалась. А если создашь ее, спроси все, что хочешь». И он этот мудрец подумал, подумал, философ так, и думает, что бы такое, и придумал такую игру. И говорит, есть такая, придумал тебе, ну, и взял шахматную доску, поставил, и показал фигуру, он начал двигать, а там комбинация, миллионы. И он все, не может насладиться этой игрой. Говорит, все, теперь выбирай, что хочешь. Он говорит, вот возьми это и дай мне хлеба. А сколько? А вот, говорит, на каждую, говорит, клеточку, которая есть, по одной, дополняй, говорит, ровно по две, в два раза больше. И у тебя получится, ну, конечный результат. Когда посчитали, сколько получится, всех амбаров земли не хватает, чтобы ему отдать клетку. Вот гляди, вот она шахматная доска. Вот первая клеточка, на ней лежит одно зернышко, а потом только на другой два, на третье четыре. Вот ты теперь бери, вот, и посмотри. Первая самая клеточка, это первая церковь, организованная крестом. Самим. Теперь вторая клеточка. Вторая. Это кто у нас? Католики, которые отошли оттуда. А еще кто? Еще православные. То есть две клеточки. А дальше сколько клеточек? Дальше протестанты и все, что остальное есть, это все протестантские формирования. А где первая клеточка, которую Христос создал? Где она? Католицизм или православие? Нет, я все равно. Прочислять себя к кому-то, мне главное отношение с Богом. Так как? Христос сказал, отныне я с вами до скончания века. С кем с нами? Клеточек, о, гляди, сколько. А только на одной должен быть Христос. Что такое челом и век? Раз в Старую Библию читали. Что такое челом и в головах? Век, сто лет. Это вам не победить и нам тоже. Я сейчас не опаздываю, не забываю. Что ж, с Богом. Слава Христу. Но Господь побеждает. Он воскрес и нас воскресит. Верьте в это. Верьте. А вера в цели же нет. Вы должны в церковь идти. Вы должны слышать Слово Божье. А хотите читать? Лучше делами доказывать. И церковь, кодичьим, чем-то лучше делами доказывать. Вера бездельная? Да. Но надо, надо это не делать. А без веры нет. Нет спасения. Я еще раз говорю, я верю в смерть. Я их не любила. А оба я не любила. Дьявола я не любила. Я не верю. Вы испытали вот эту смерть. Вы говорите, я испытала эту смерть. Но, а почему вы уже остались? А потому что Господь у нас такой думающий, он, он проведет вашу жизнь и опокаяние. И вам только покаяться. Можно вам сказать, в Писании так написано в Библии, «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках». Кто написал это Писание? Бог. Господь. Написали святые Божьи человека, движимый Духом Святым. Люди написали. Люди писали, но он движимый Духом Святым. То есть им и благал это Господь. Сестра, можно я зачитаю? Да. А сейчас не просто. Держите. Держите. Я вам сейчас один стих Писания зачитаю, чтобы вы помнили. Что не просто надо делать добрые дела. Есть такое понятие, вымощенное с дорогой в ад. Добрые намерения. Вот Евангелие от Яна. Это третья глава, вам сейчас почитаю. Понятно. 36 стих. «Верующий в Сына, имеется в виду Иисус Христа, имеет жизнь вечную. Они верующих в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». То есть Бог определил здесь пребывание человека и спасение его души. Бог поставил эти рамки. Они нас не спрашивают, нравится ли нам, не нравится. Бог есть любовь, но в то же время Бог есть страшный. То есть в своем правосудии. Сегодня знаете, какой праздник? Верное воскресенье. Верное воскресенье. И вот следующее воскресенье будет Пасха. Страстная Седмица. Страстная Седмица. В среду Иуда его предал, в Пятницу Христа распяли. На воскресенье он воскрес. На Пасху мы у всех кричим «Христос воскрес!» И отвечаем «Поистине воскресенье!» И верующие в Сына Божия, на Иисуса Христа, имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Всякий, кто призовет имя Господня, спасет Христос и Бедуху. Всякий, не только народ иудейский, который признали Его Царем, а потом раскалили. Но и мы, русские, немцы, и корзоны, и любой народ. Реабилитационного центра у нас нету, но у нас есть детский православный лагерь. Чтобы взрослых не пришлось реабилитировать наркоманов, мы в Малых России обучаем заповедям Божьим. С детьми занимаемся. А кто пастор у нас? У нас староста, не пастор. Пастор это называется... Протестантов. У протестантов. Мы православные. Мы от протестантов отличаемся тем, что мы почитаем священные изображения иконы. Они называют их грязными идолами, не понимая, что говорят, к сожалению. Они называют себя христианами, но верят не в того Христа, в котором мы верим. То есть они верят в Христа, который не основал церковь в первом веке. А мы верим в Христа, который образовал церковь в первом веке. А они верят в Христа, который не образовывал эту церковь. Они сами собрались. И Писание говорит, где двое или трое собраны во имя мое. А они перетолковывают, говорят, где двое или трое собрались, сами собрались во имя мое. Там и я пособлюсь, там и церковь. Они не церковь, а вне церкви нет спасения. Церковь столкнув, утверждение истинное. Она с первого века. Брат, можно я приведу пример? Вы Святую Библию читаете? Вообще, сами? Ну, бывает такое. По крайней мере, я на основании Слова Божьего объясню, что есть пасторы хорошие, как брат объяснял, а есть плохие. Но они в церкви находятся. Вот, например, 1 Коринфян, 5 глава, запомните, Библию, если у вас дома есть, да? Откройте, там написано, что у вас, говорит, апостол Павел так писал, что появилось такое блудодеяние, которое даже нет у язычников. То есть, некоторый руководитель начал жить со своей мачехой, со женой. То есть, понимаете, насколько безнравственным был этот человек. Но он был верующий, он еще был там, там не говорится, что руководитель, но именно из руководителя, иначе его бы давно уже, как говорится, под ним, но. И он, говорит, такого, даже предать сатане. То есть, это все в церкви всегда было. Почему? Потому что человек свободен, у него свободная воля есть. Вы можете убирать добро, можете убирать его. То есть, на что у вас рука прострется, на то и будете. Но за это, за все отвечать будем. Написано, ибо всем нам должно явиться перед судилищем престола, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброй или худой. То есть, я лично перед Богом, Создателем, буду отвечать за свои грехи, за свои дела. Лично. Священник сам за себя будет отвечать. И в Ветхом Завете есть такой случай был тоже. Был такой священник Ильи, и у него было два сына, которые творили беззаконие. Жертву приносят для Бога. Эту жертву надо было там приготовить, а они прежде этого, чтобы принести жертву, они принимали, самые лучшие себя отбирали и ели. То есть, совершали очень большой грех перед Богом Создателем. И Господь их, конечно, в дальнейшем наказал, но они, будучи священниками, этого делают. Понимаете? То есть, в дальнейшем они все равно на Суде Божьем будут осуждены. Если священник не так поступал в церкви, находясь, он будет за это наказан уже на Суде Божьем. Мы на это никогда не должны смотреть. Из-за чего сектанты образуются протестанты? Уже более 21 тысячи. Представьте, почему? Он говорит, а священник такой. Значит, он пошел и организовал свою церковь, так называемую церковь. А Господь основал одну церковь. Он говорит, во все дни, до священника века я с вами буду, церковь со своей. То есть, первый век, второй век, третий. А протестантизм возникает в 16 веке. Так что, до этого церкви не было? Она была. Потому что церковь, Христос едино. Написано, апостол Павел говорит, эфесянам 4-5, он говорит, один Господь, одна вера, одно крещение. А мы видим, вер очень много. Я говорю, 21 тысячи существует протестантского движения. Церковь одна, да, она больна. Там бывают пастыри, что-то совершают грехи, как священники. Но она церковь. Ее руководит человеческими руками. Ее невозможно исправить. Исправляет только сам Господь. Вот как брат сейчас рассказал о революции. Творили беззаконие. Пришли безбожники к власти. И все пошло. 1027-75 храмов разрушено было. Монастырей. 57 тысяч храмов и 1275 монастырей было разрушено. Почему? Творили беззаконие. Господь с него все поднял. Кто-то взошел на небо, кто-то покаялся, а кто-то не покаялся. Это уже на суде Божьем все будет делано. То есть мы на это не должны смотреть. Я прихожу к Богу в церковь. Священник, он тот человек, через которого проходит благодать. Через которого совершается таинство. Причастия, исповедь. А без исповеди человек не имеет прощения грехов. Ему дана это от Бога власть. Написано в Евангелии Атьянов, в 20 главе, что Господь дал своим ученикам власть. Прощать грехи и оставлять на людей. Он говорит, даю вам эту власть. И священник это имеет власть. Разрешать грехи или оставлять на тебе. А как он живет, мы это не должны смотреть. То есть я пришел, я весь поедусь перед Богом. Я не перед священником пришел. Я в храм хожу для Господа, чтобы Господу помолиться. Понимаете? И вот как брат объяснил, есть правила в церкви, которые мы должны исполнять. И там в правилах все это пишется. Если исполняется, он должен там извержен быть и так далее. Но это не о нас зависит. Я мирянин простой. Простой я рядовок из церкви. Меня это не касается. Я об этом говорю, это так и есть церковь. Но я в то же время нахожусь к церкви. Я никуда-то там-то не иду. Потому что вне церкви нет спасения. Написано в Деянии 2.47. Господь прилагал спасаемых церкви. То есть человек уже уверовал, стал верующим. И написано, прилагал к церкви. То есть входили именно к церкви, к престолу. А почему вот эти протестантские даже церкви, пусть даже они так называются, помогают же православные? Они творят добро. Например, ученики подошли ко Христу и говорят, там человек за нами не ходит. А мы ему запретили. Если вы Евангелие читали, вы должны это помнить. А Господь говорит, не запрещайте. Кто не против вас, тот за вас. То есть протестанты, они говорят о Христе. Есть Феофан Затворник, это жил такой святой. Он говорил, три вида благодати есть. Призывающие, обращающие и освящающие. Вот у протестантов есть две виды благодати. Это призывающие. Почему? Потому что они используют Слово Божие, Библию. Они призывают людей покаяния перед Христом. Есть обрещающие, что человек каят в своих грехах и признает Господа своим спасителем. От обращающих. А есть третий, освящающий. У них этого нет. То есть должно быть рукоположение от первых апостолов до нашего времени. Они эту связь теряют в 16 веке. Потому что они вышли из церкви, создали свою церковь. А Господь вторую церковь нельзя поведал создавать. Он говорит, я во все дни до скончания века с вами. Независимо, что там в церкви, это Господь управляет в этой церкви. Потому что церковь сама непорочная. Вот, например, в церковь ходят миллионы людей. А спасутся может только всего лишь и денис. Понимаете, ну что, написано так. Для Бога лучше один праведник, нежели тысячу грешников. Я могу этим нечеститься, показаться. Понимаете, Слово Божие нас судит. Ибо Слово Божие, оно живо и действенное. Я сплетаю всякого меча, беда и острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие нас судит будет. И с этим Словом мы должны сверяться и исполнять его. А Слово Божие, говорит, надо быть в церкви. Христовой церкви. В данный момент я нахожусь в православии. Понимаете, это очень важно. Нет церкви, нет спасения. Они говорят, хорошие, добрые дела делают, все. Но Господь основал церковь, он говорит, надо быть в церкви, чтобы спастись. Он придет за церковь, но в книге откровения написано, что Исполь придет за церковью, за своей церковью. Не то, что мне организовать. Например, я вам простой пример приведу. Вот я поехал сейчас в училище, например, да, люди учатся там 5 лет, 3 года учатся. Я какую-то профессию заканчиваю, им даю документы. А я скажу, а я не буду туда ходить. Я дома выучусь, также пройду все эти курсы, но только дома. А потом скажу, а я вот стал таким-то там, техникулоком. Мне разве поверят, тут документы? Нет, я не приду. Скажут, ты обманщик, ты подшивок. Ну как, я генеральский погон надену, скажу, я генерал, какой я, я веду этот. Даже здесь протестанты поступают так же. Они говорят, мы церковь, на самом деле у них нет церкви. Они вне церкви. Хотя они все говорят правильно, но у них нет священцев в этом положении. Я считаю лучше, что людям помогают. Людям всегда надо творить добро. Потому что добро дат Бог. Но Бог установил определенную рамку, для которых мы не имеем права спасить. Бог установил. Например, есть дети заповедливают. А человек скажет, а я вот не люблю заповед 7-й, не прелюбодейся. Потому что я люблю грудить. А вот у меня 6-й заповедь, я не боюсь человека убить. Это мне нравится заповедь. То есть здесь нельзя это выбрать. Господь сказал, написано, сущности бойся Бога и заповеди особо для тебя. Потому что в этом все для человека. Понимаете? Надо смирение проявлять. Есть такое слово, смиренно-мудрость. То есть смирение с мудростью. Я должен смиряться перед волей Божьей. Бог так сказал, я должен смириться. А нравится мне, не нравится. Мне приходится себя, как говорится, с помощью молитвы, поста. И как сейчас великий фонд прошел почти на консал. Должен себя смирять перед волей Божьей. Это очень важно. Потому что это он и так написано. Бог гордым противится, и вредным дает благодать Богу. То есть не противишься Богу Божьей, Господь тем, кто и ценой наказан. И в том еще будет вечность наказания. Не скончать. Надо очень страшно. Это надо помнить. Сначала мудрость, если он у нас куда-то будет. Страх Господа. То есть бояться Бога, попасть к нам. Нарушить воскресенье. Спасибо, Господь. Читайте Слово Божие. Не иногда, а всегда написано. Не следуйте Писание. И вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуются. Нет. Везде, Господь. Видите? Посмотрите. Муж, спасибо вам за то, что там. Все слова Господа. Я познал путь спасения. Я вам на работе тоже. Вы тоже. Для Бога нам Господь, это отвергни себя. Возьми крест. Вы вот можете, вот сегодня праздник, верное воскресенье. Вот ему вот это можете прочитать. Здесь праздник трое. Я праздник ему уже рассказала. Вы знаете? Вы в церковь ходите. Все, спасибо. А здесь поду? Тогда, если уж знаете, тогда кому. Спасибо. Слава Христа.